всем доброго времени суток меня зовут наталья поши и я иммиграционный адвокат в сша в этом видео я буду обсуждать семейное насилие в россии и как именно эта ситуация если вы были жертвой семейного насилия в россии вы подвергались каким-то истязанием как вот эта ситуация именно повлияет на ваш на ваш кейс по политубежищу да а в моем прошлом видео это значит семейное насилие в россии как получить грин карту как получить убежище часть 1 а кому интересно проходите смотрите на мой youtube канал значит я начала затрагивать тему семейного насилия в россии как именно это сможет сыграть положительно на вашем деле на вашем кейсе здесь сша когда вы подаете на политубежище кстати имейте в виду что и в том видео я обсуждала как раз и такой вопрос как вот это вот социальной группы женщин да как например женщина контура со женщины мексики как они стали вот это специально социальной группой которая может проходить как мембершип и на комьюнити да как в этой социальной группы по политубежищу а также имейте ввиду что а если вы в россии например вы считаете что также так как насилие там декриминализованная семейная также там женщина на неравных правах с мужчинами например а женщина это специальный слой общество различные отличные от мужчин по той критерии что например они зарабатывают меньше да вы посылаете например а заявление на работу и вам приходит ответ да ну вот мы вам будем платить меньше чем мы платим наши мужчины да вы спрашиваете мужчин сколько он зарабатывает он им отвечает одну сумму а вы зарабатываете на такой же должности пашите больше него заработать немного меньше да то есть это тоже является уликой того что просто вот женщина в россии они относятся к основной другой категории чем мужчина они не защищены законом насилие декриминализировано и из-за этого как бы можно можно состроить ваше дело свой кейс конечно вам это будет сложно я не говорю что это просто и это будет без претендент но таких претендентов еще не было преседентов в сша сейчас как мы знаем женщина сша и женщина гондураса женщины гондураса и женщины мексики в сша они признаны несколькими иммиграционными судами несколько иммиграционными судьями что они являются вот относится к специальной социальной группе да которая не защищена в мексике гондурасе а где существует мачизм где существует такое что женщина приравнивает к животному да например а вот и здесь сидишь дома ты обязана не стирать полоскать готовить и так далее а я мужчина не буду работать а женщина говорит нет я хочу работать я не хочу сидеть дома мужчина будет нет ты будешь сидеть дома ты не будешь работать это называется мачизм да то есть обнулирование прав женщин и женщины там последнее колесо в телеге так говорим да и в моем понимании нас на основе очень многих интернет а артикл до опубликованных статей в интернете существует и существует вот такая ситуация то же самое в россии то же самое наверняка в казахстане беларуси я просто не знаю про эти вот республики того что насилие семейно декриминализировано и поэтому можно соответственно составить ваш кейс ваше дело здесь в сша на политубежище также и только вы просите политубежище потому что вы являетесь женщиной которая относится к сна к значит члену особой ассоциации а также по политическому мнению да почему потому что вывод у вас такое мнение что женщина должна идти наравне с мужчинами что женщина должна получать а также как получает мужчина да то есть equality да то есть равенство равенство если вы работаете народную на одной работе есть мужчина работает с вами также такой же должности он получает больше чем вы работает меньше часов то соответственно это дискриминация да на лицо существует если вы знаете что есть улики что этот работодатель вот так дискриминализирует а женщин да против женщин вот такая идет особый шейтман до особое отношение вот к этим женщин соответственно женщина приравнивается вот класса входит в этот вот в особо мембершипа на комьюнити да в особо на особый класс который должен быть как говорится ну вот он существует такой особый класс да с особо характеристиками и также а улики того что государство не предоставляет извините у меня государство не предоставляет какой-то защиты да то есть государство знает что такая проблема существует а государство публикует какие-то источники до информационной публикует что такая проблема существует государство понимает, что такая проблема существует, но государство ничего делать не хочет, просто говорит, вы приходите, пишите заявление прокуратуры, а вам прокурат говорит, ну и что, не убили же, вот, то есть вот как-то так, и вот это вот, именно вот эти вот улики, они, именно вот такие вот вещи, они будут существовать как бы уликами в вашем деле, да, вот такие вот вещи, вот, в общем, в этом видео мы сейчас будем обсуждать вот именно дело, кейс вот этой вот мексиканской женщины, которая, извините, у меня телефон немножко, вот, именно вот дело вот этой вот мексиканской женщины, которая приехала в США и попросила полить убежище, в общем, вот на таких основаниях. Итак, возвращаясь к нашему делу об этой мексиканской женщине, давайте поговорим об ее деле, какие факты она предоставляла иммиграционные судьи, чтобы выиграть свое дело. Значит, коротко об ее деле, она приехала из Мексики, когда она была девочкой, росла в Мексике, у нее была мама, которая относилась к ней очень плохо, она ее била, била она ее шлангом, скакалкой и всем, чем ни попадет, тушили об нее бычки и заставляли ее убирать дома, мыть посуду, мыть дом и все остальное, то есть она была вот таким вот рабом, да, значит, мама ей говорила такие вещи, что когда она вырастет, она должна привыкнуть быть рабом, потому что когда она вырастет, она станет, значит, мужчина для нее станет главным в доме, она будет исполнять все прихоти мужчины, убирать дом, стирать за ним, то есть такой вот он будет мачо, да, то есть такой вот мачизм, да, который существует в Мексике, в Гондурасе, то есть женщина там, в принципе, большого, как говорится, то есть притеснение женских прав идет. Значит, что дальше? Когда она вышла замуж, эта женщина, у нее был муж, соответственно, который ее абьюзировал, да, который издевался, тушил об нее бычки, она хотела идти работать, он ей не позволял, она хотела делать что-то, он ей не позволял, то есть она сидела дома, убирала, стирала, и ее спрашивал иммиграционный судья потом в течение депротационного дела, вы хотели этим заниматься вообще, хотели это делать? Она сказала нет, потому что я хотела быть наравне с мужчинами, то как бы она не хотела это делать, ее заставляли это делать, да, то есть вот такая вот культурная, такой мачизм, которым она как бы не могла ничего поделать, да. Дальше, когда она от этого всего устала, она приехала в США нелегально, здесь она вышла замуж, родила троих детей, и муж над ней начал опять издеваться. То же самое, она уехала в Мексику обратно, и когда она приехала в Мексику, там пытался найти ее, ее бывший муж, да, через маму, через родственников, он пытался ее найти, начал ее запугивать, начал ее искать на Фейсбуке, и посылать ей сообщение, что я тебя поймаю, что ты моя жена, ты должна прибираться, стирать дома, что я, как бы, ну, ты для меня должна быть рабом, да. И вот она на основе этого, значит, перешла опять границу США, и здесь она, как ее вообще поймали, да, иммиграционной власти, она пошла в магазин, или она пошла куда-то в какое-то учреждение подавать на какой-то бенефит, то ли это была ID, карточка, identification, или что-то такое, ее спросили, номер социального страхования, она испугалась и дала какой-то абсолютно номер социального страхования, который не существует, да, из-за этого ее поймали, и, соответственно, ее поставили в депортацию, посадили в депортацию, и началось вот так ее в 2017 году, началось ее депортационное дело, которое она выиграла, да, иммиграционный судья в Калифорнии, женщина иммиграционный судья, она сейчас на пенсию ушла, и это не одно дело, есть решение, которое было принято официально бывшим прокурором США, да, из этого дела, вот именно началось вот это движение мексиканских женщин, а также женщин Гондураса, и они начали вот все подавать на убежище, у кого были вот дела по избиению, дела принижению прав и тому подобное, то есть когда вот эта женщина из Мексики, она подала на убежище, что она сказала, да, что я являюсь членом специальной организации женщин Мексики, к которым относятся по-другому, да, то есть я должна такая, как мне мужчины, ко мне вот относятся вот так вот, да, меня заставляют мыть полы, мне не разрешают работать, то есть нету equality, да, нету равноправия. Дальше, она сказала также, что подала она по политическому мнению, потому что политика Лапинин, да, политическое мнение, потому что она считает, что когда она пойдет работать, например, ей такие, зарплата такая же должна выдаваться, как мужчине, да, то есть что работодатель не должен к ней приставать, работодатель не должен на ней насилие какое-то производить, да, то есть, ну вот это, вот это является политическое мнение, да, например, что еще, она сказала, что она за equality, за равноправие мужчин и женщин, из-за этого ее все бьют, вот так вот, значит, выиграла на свое дело, как я сказала уже, это судья действительно признал того, что женщины в Мексике составляют особую, особую организацию, то, что еще очень-очень сильным доказательством в этом деле было то, что государство не хотело ее, как сказать, то есть не хотело ее защищать, не было законов, нету законов о защите этих женщин, да, то есть декриминализировано семейное насилие, так же, как и в России нету, то есть никто там ее защитить не может, она приходит к полицейскому, пытается что-то писать, какой-то репорт, ее там говорят, ну ты же жива, да, иди отсюда, вот, ну то есть вот так вот, да, что еще очень главное в этом деле было, как же она, значит, на что же посмотрела судья, да, судья, то есть когда, во-первых, чтобы подавать на, выиграть дело по осалову, по убежищу, нужно доказать, что вы беженец, да, что вы, как это доказывается, беженец это когда вы приехали в США, да, потому что вы боитесь возвращаться домой, вы боитесь возвращаться домой, потому что у вас было преследование в прошлом, которые, по которому у вас были какие-то нанесенные физические увечья, или изнасилование, или тушение вам сигарет, да, что-то вам сделал человек, очень, да, может быть, даже вам близкий, скорее всего, в прошлом, да, и вы относитесь как раз-таки к членам, является членом вот этой организации, да, например, членом организации женщин, членом женщин, ну вот членом, как говорится, организации, ну женщины, да, женщины, например, в Мексике, женщины в Гадурасе, женщины в России, в котором закон вас никак не защищает, да, то есть декриминализация семейного насилия, также, например, на основе политического мнения, если вы одно говорите, а государство говорит другое, и как бы вас, вам за что-то, что-то за это сделается действительно, да, что вы боитесь из-за этого, это тоже является доказательством, и, конечно, третье, что государство вас не собирается, и не хочет защищать, просто нету такого закона, да, и как бы я думаю, что очень много, кстати, передач таких существует, которые именно раскрывают вот это семейное насилие, то есть государство знает об этом, да, то, что существует такая проблема, они столько делают всяких, то есть даже государство само сделало программу, да, международную, которая раскрывает эту проблему, что это существует, но государство само же декриминализировало эту проблему, то есть вы понимаете, да, это налицо вообще существует, вот они, улики вам налицо, да, вот. Что еще, очень главное, хотела сказать, что когда вы будете, значит, собирать свои улики, конечно же, вам понадобится очень сильный адвокат, адвокат, который знает такое дело, адвокат, который распечатал все вот эти вот дела и все, выучил все до конца, да, какие улики были предоставлены в таких же похожих делах, и вам потребуется, конечно же, собрать эти улики, когда вы будете в суде рассказывать свои истории, ваша история не должна расходиться с той историей, которая будет написана вами же на бумаге, в течение того, как вы будете рассказывать все это, на вас будет смотреть судья и прокурор, и судья и прокурор потом в конце вашего слушания решат, достоверна ли ваша история или нет, они будут на вас смотреть, на ваши глаза, на ваши движения, все это будет обсматриваться, да, и потом, если прокурор согласится, что у вас история достоверная, то и это будет являться credible, да, то есть вам поверят, если вам поверят, то вам просто нужно будет предоставить самое главное доказательство, вам не нужно будет тысячи человек тыщить в суд, и чтобы они перед судьей стояли, рассказывали все это, достаточно будет 2 или 3 письма, людей, которые все это знали, что это происходит, фотографии насилия, улики того, что вы ходили в прокуратуру, вам отказали, улики того, что очень важно, если у вас какой-то был медосмотр, Если вы ходили в поликлинику, там вы проломили череп, вы ходили в поликлинику, и у вас все это есть, все это дело, обязательно берите дело из поликлиники, из больницы, все это нужно переводить на английский язык, давайте своему адвокату, чтобы адвокат все это переводил, это все будет пришито к вашему делу, это все будет являться очень сильными доказательствами, чтобы выиграть ваше дело. Если вы ходили, писали заявление в прокуратуру, вам отказали Вы ходили, опять писали заявление в прокуратуру, вам опять отказали Если вы знаете похожие случаи, если вы знаете прокурора Если вы знаете, что прокурор отказывается делать какие-то, возбуждать уголовные дела по таким делам Если вы знаете, что государство вам никак не помогает Что вы жаловались, ходили в государство, к чиновнику вам никак не помогает Особенно будет хорошее дело, как я говорила в своем предыдущем видео то улика того, что если ваш абьюзер, если ваш бойфренд является государственным чиновником, судьей, адвокатом, мэром, да, то есть он является в какой-то именно структуре, находится даже ОМОН, полиция в какой-то структуре, которая принадлежит государству, государственная структура, это тоже является огромным доказательством того, что вы не можете вернуться домой, что вас будут преследования, неважно в какую часть вы вернетесь в Россию, да, вас все равно найдут, почему? Потому что у этого человека есть доступ к этой информационной дате, да, то есть вот, надеюсь, что это видео было полезным, я не могу сейчас рассказать вам все это дело, оно очень огромное, да, но именно то, что дело выиграла эта женщина, то, что именно она доказала, что она является членом вот этого сообщества женщин, и к этому сообществу женщин, к этим женщинам, как к сообществу относятся не равно, как к мужчинам, и поэтому этой женщиной являются сообществом, да, вот, вот, вот так вот, если кому-то интересует, вас интересует консультация со мной, со мной, как я сказала, я все консультирую персонально, я вас не буду передавать каким-то другим адвокатам, вы все будете консультироваться со мной, звоните по телефону 228-229-75-00 на телефон США, или звоните на WhatsApp 228-229-75-00, можете мне написать на электронный адрес PorscheLegal.com, все хорошего дня, до свидания.